Сегодня мы будем читать Шри Вилапа Кусаманджили, вверх 32. Да, 32. Мы будем говорить, как Грудеф просил, говорить о сути того, чем мы занимаемся, сути практики, то есть о целеполагании. Сегодня мы будем говорить о основе нашей как от цели зависит наша целостность. Как от цели зависит наша целостность. Будешь сказать целостность. Сейчас он найдет вариант перевода. На английский язык оприкаряло. Сегодня пытались перевести меня на английский, не смогли. Integrity. Integrity. Целостность, челостность. Integrity. How from our goal depend our integrity. Полнота. Пурном. Пурном полнота. Полнота. Как будет английском? Полнота. Да, вот так. Да, я так хотел, я так и подумал. Так ли это? Completeness. Completeness, yes. Completeness. Yes, completeness. Completeness. How from our goal is our completeness coming? Да, вот это точнее, комплектность получается. Стих 32. Не буду мучить вас санскритом. Сразу перейдем к переводу сихана русской. Мы это часто делали, и сразу же, чтобы с первых нот, с первых звуков мы стали погружаться в процесс, который настоятельно рекомендуют нам тогда с Бабаджи, это присвоение образа чувств. And what we are trying to do from the beginning, we are trying to accept as our own the feelings of Toulouse-Mandjari. Мы подобно… We are accepting as our own feelings. Мы подобно хорошим актерам. In this way, we will become as good actors. Неплохим актерам. Not bad actors. Которые изображают. Актеры. Мы ведь можем не по-перевожим словам. Актер. Актер. I don't know how to stand in English. Актер. Актер. Актер, да. Yes, актер. This means we will be as actor. Ахар, который изображает. Good actor. Да, мы неплохие актеры, которые изображают и декламируют. Bad actor, he just shows something. Я не могу терпеть декламацию. And he is reading the text by memory. And showing. Без проживания. But good actor, he is living in the feelings. А мы будем хорошими актерами, которые проживают персонажа как себя самого. So, we will be good actors who is showing what he is feeling, really feeling in this moment. Когда же я смогу смиренно и радостно одеть браслеты, украшенные разнообразными драгоценными камнями на твои руки? When can I humbly and joyfully decorate your arms that are like a very lovely lotus stems? Когда же я смогу смиренно и радостно одеть браслеты, украшенные разнообразными драгоценными камнями на твои руки? В английском варианте драгоценными камнями на твои руки появляются в конце. В английском варианте получится только первая часть. Ладно, хорошо. When can I humbly and joyfully decorate your arms? Подобные очень красивым стеблям лотосов. That are like a very lovely lotus stems. Которые опытно разрушают терпение лебедеподобного разума Мураджаи. That are experts in destroying the passions in the swan-like intelligence of Мураджаи Кришна. Или исполнить любое другое служение тебе? Сейчас появляются драгоценные камни. With armless studied with various jewels or render any other source to you. Очень интересное редкое явление в этом произведении. Вопрос, подвисший вопрос, когда Манджари спрашивает. И этот вопрос у нас звучит. Он у нас остаётся звучать. Редкое явление в этом произведении? В этом произведении, да. Или исполнить любое другое служение тебе? Это позиция кинкери. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Что ты хочешь, чтобы я сделала сейчас? Что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя сейчас? Открой мне, открой мне свое сердце. Скажи, что ты хочешь. Please, open your heart to me. Please, tell me what I can do for you. И здесь Манджари проявляет свое всемогущество. Она спрашивает у всемогущей энергии, что сделала для тебя? Она спрашивает у всемогущей энергии, что я сделала для тебя? Ибо я способна сделать это. Я наделена твоей силой. Это удивительно. Это удивительное состояние. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Это то, с чего начинается наше утро. В течение всего дня у нас этот вопрос. И вечером, когда мы ложимся спать, мы находимся в этом вопросе. Потому что мы хотим ощутить внутри себя ее ответ. Потому что этот ответ мы ни с чем не спутаем. Ибо он проявится в образе. И мы будем чувствовать особенное, неповторимое, хорошо узнаваемое счастье. То самое редкое счастье, которое рождается у нас, когда мы воспеваем святые имена искренне. И мы будем знать, что мы можем сделать здесь для нее. Это очень нерелигиозное занятие. Выбрасываем религию из своей жизни навсегда. Живем только откликом. Божественным, живым откликом. Учимся быть в диалоге с ней. Мы учимся быть в диалоге с ней. Потому что если мы не будем слышать ее. И не сделаем то, что хочет она сейчас. А в следующий раз она может не пожелать. Она же скажет, ну ты же все равно ничего не сделаешь. Ты просто говоришь об этом. Ты просто декламируешь любовь ко мне. Но ты ничего не чувствуешь. Что я могу сделать? Что мне делать? Что мне делать? Что могу сделать? Кинкароми, кинкароми. Поэтому ее желания, они не всегда связаны с какой-то религиозной деятельностью. Her desires are not always connected to some religious activity. Это могут быть очень простые действия. It can be very simple activity. Она просто проверяет связь. She is just checking connection. Чем ты живешь? What is now is your life? What is desirable for you now? Ты живешь концепциями? You are living by концепциями? Или ты живешь сердцем? Or you are living by heart? Потому что если ты живешь информацией, ты не способен мне служить. Because if you are living by information, collecting information, you are unable to serve me. Это мы все говорим по этому вопросу, по одному финально коротенький вопрос. We just discussed with smoke почему мы начали с него, потому что это говорит о природе, кинкаре. Ее готовности, постоянной готовности служить. It's telling about how to say, what she is always ready to serve и любое место достойное для служения. Любое место является священным местом для служения. Любое время является временем для служения. любое время является священным временем для служения. Любая личность готова может служить. Недостойных не существует. Недостойных не существует. Я не знаю, как это английский. Я не знаю, как это на сосископе. Вы можете сказать there is unworth people unworthy. Прошу прощения, что я врываюсь. Недостойных не существует. Любой достоин по праву своего происхождения. По праву. Поэтому этот вопрос носит такой общий характер. Если мы поднимемся выше, то мы узнаем, что именно хочет служанка. Она предлагает ей свое служение. И обещает ей, что свамини обязательно почувствует особенное счастье. То самое счастье, которого она ждет. И она об этом говорит говорит в стихе. И она говорит о разнообразных драгоценных камнях. словах и сколько чувств она вкладывает в эти слова. сколько привлекательных чувств, которые понимает и слышит свамини, она вкладывает в эти слова. слова. Сколько чувств она вкладывает очень привлекательных для свамини. Чувства она вкладывает в эти слова. потому что все камни имеют определенное значение. Определенные отношения с моханом. Определенные лилы. И они собраны таким образом, чтобы свамини могла просто посмотрев на запястье пройти одну лилу за другой неспешно. Или просто погрузиться в одну из лил и будет казаться, что она просто смотрит на браслет. наслаждаясь красотой ювелирного украшения. А на самом деле она погружается в отношения, в лилу. В воспоминания. И проживает их заново впервые. и она живет где как случилось. Как случилось случилось. Это совершенно новое для нее. Поэтому здесь служанка говорит, она намекает, она намекает, что ждет свамини, какое счастье, особенное счастье ждет свамини от ее служения. Далее она говорит на твои руки, подобные очень красивым стеблям лотосов. Почему она говорит об этом? Она опять говорит об особенной эротической игре. Когда руки свамини двигаются в определенном ритме, в определенном танце. И Мохан не может оторвать от них своих глаз. Они подобны, она подобна магическому заклинателю. А он подобен черной змее. Которую она заклинает своими движениями. И Радике очень нравится это состояние Мохан. Которая не может насмотреться на движение ее стеблей и рук. И далее она говорит, что произойдет. Которые, вот эти руки танцующие, опытно разрушают терпение лебедеподобного разума Мураджа. Потому что ее руки, как красивые лотосовские танцующие, они эксперты в уничтожении пациентами в тяжестях и талантах Мураджаи. Победившего Муру, понятно. Мураджаи means that person who is a winner under Mura, демон. И что произойдет? Что произойдет, когда терпение великого героя, победившего великого демона, величайшего демона, что случится? И она предлагает с вами как раз отправиться в область фантазии. И now Manjari is suggesting to Shimata Radhika, offering her, go inside of her own fantasy. Ты только представь себе. Just to image yourself. Только представь себе. И Radhika, следуя за предложением Manjari, опять погружается в эту фантазию. И вновь проживает ее, как настоящее. Она будущее проживает, как настоящее. И это является тем, что вынуждает, вынуждает ее принять служение. То есть Manjari не оставляет ей никакого шанса. This is mean Manjari not left any chance for her. И как иронично звучит теперь финальный вопрос. And how ironically sounds this final question? Ну, если не хочешь. Okay, maybe you don't want. Если не хочешь, я сделаю что-нибудь другое. I can do something else. И понятно, что с вами не отвечает в этом случае. And it's obvious what Slamini is answering. Yes, I want. Нет, 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 нет. Не-не-не-не, вот этого я хочу. Вот этого я хочу. No, 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 I want this. I want this. Так, сколько времени у нас? Сколько? У нас сейчас пол-одиннадцатого. Сколько у нас? Ну, как минимум еще час. Сейчас нормально. А то и... Хорошо. Поехали. Пойдем теперь в комментарии. Я не знаю, сможем ли мы дойти до конца, потому что здесь очень много всего Аннатадас Бабаджи вложил. I'm not sure what we can complete this commentary today, because Аннатадас Бабаджи Махарадж gave here so many things. Ну, какие-то куски, мимо которых нельзя пройти, мы будем на них останавливаться. But we will stop on the most bright episodes in this commentary. Which is not possible to come, pass without attention, not possible. And now his commentary sounds so natural as he is sitting close to us after all this explanation of the verse. Так исполненная любви служанка служит Радхарани. Thus, the loving maid servant serves Ширадхарани. И не сходит вместе с Господом, чтобы преподать миру совершенный пример того, как следует выполнять Бабаджан. Он и другие Госвами являются вечно совершенными манджарива Враджи. Которые снизошли на землю, как возлюбленные спутники Махапрабу. Чтобы обучить мир. Чему? To teach the word. What to teach? Бабаджану. Бабаджан. Только Бабаджан. They came to teach the word only Bajan. Шриман Махапрабу возложила них эту ответственность. Шриман Махапрабу give them that responsibility. И поэтому нет иного прибежища для нас, кроме их лотосных стоп. Поэтому необходимо медитировать на то, как Туласи исполняет своё преданное служение. What is why it's so necessary to meditate on how Туласи renders her devotional service? Необходимо. It's necessary. Они необычные служанки. Они никогда не оставляют своё служение. Who never left stop their service. Лалита и Ришака иногда действуют как Кришна-Найки. Лалита и Ришака sometimes act as Кришна-Найки. Но кинкери не занимают такого положения даже в своих снах. Хотя по форме и качествам они квалифицированы быть Ютхешвари. Although in form and qualities they are qualified to be Ютхешвари. Лидерами групп ГОПИ. Means ГОПИ's group's leaders. То есть во всех отношениях. Здесь Анандас Бабаджи ставит восклицательный знак. And here Анандас Бабаджи Махарадж ending with sentence with exclaim points. I don't know what's in English. Yeah. Not this line. То есть другими словами он говорит, что Манджари является гуру для всех. This is mean Манджари is гуру for everyone. И далее он прославляет. Далее он следует этому утверждению. Каждая линия на стопах этих Манджари. And now he is continuous each line on these Манджари's toes побеждает яркое сияние молнии. Они являются самим олицетворенным изяществом. They are cleverness personified. Хотя они квалифицированы быть ютхешвари. У них нет вкуса к этому положению вообще. And although they are qualified to be ютхешвари в группе group leaders they have no test for this at all. Другими словами они никого не учат. This means they not teach anyone. У них нет этого желания учить. They haven't desired to teach others. И если они принимают позицию гуру здесь, if they accept the position of guru here, то для них это форма служения свами. Что из них? То для них это форма служения свами. They doing this only as service to their свами. Да, но сами внутри они считают себя не гуру, а служанками. But inside they consider themselves or feel themselves only as her mate servant. Да, они всегда погружены в нектарный океан служения Шри Радхи. They are always immersed in the nectar ocean of Шри Радхи's service. Во снах, в бодрствовании или в глубоком сне, in dreams wakefulness or deep sleep, свет, отражающийся от ногтей пальцев стоп Шри Радхи, the light of She Radas shimmering toenails освещает их драгоценные сердца. Shines in the king heart jewel like hearts. Шиладас Госвами говорит, Шиладас Госвами says, Я предлагаю свои поклоны дружбы с тобой. То есть, другими словами, я не желаю быть твоей подругой. И ты, пожалуйста, не желай, чтобы я служил тебе как подруга. И я желаю преданного служения тебе. делать то, что ты хочешь. Сейчас. Другими словами, чувствую тебя всецело. Я хочу чувствовать тебя всецело. Всегда. И это моё единственное счастье. поэтому они манджари по своему имени, по своей природе, по своей форме. И снова восклицательный знак. Именно поэтому они манджари по своему имени, по своей природе и по своей форме. манджари. Здесь мы можем сделать маленькую остановку. потому потому что это важно анализировать внутреннее состояние. так как ядро нашего сознания, чувственное ядро нашего сознания исполнено желание именно это желание формирует наш облик. Наш образ служения. Поэтому мы анализируем что мы действительно сейчас хотим. и это может быть подход время от времени, то есть какой-то лимитированный. Может быть спонтанный. Но в любом случае мы раз за разом должны пускаться в анализ. Но в любом мы должны анализировать наш состояние чего мы именно хотим. Какое наше корневое желание. Желание, образующее нашу личность. желание создавляет нашу личность. Если оно не соответствует этому настроению, возможно, стоит поискать другие группы. Если это не 同 как в ритме здесь, может мы должны найти другую группу. А если эта тема, если эти слова, если эти образы, эти чувства вызывают у нас глубокий отклик, тогда мы должны ринуться в объятия помощи Рагунатхи и проникнуться образом его чувств. Он подобен яркому пламени. А мы подносим свое сырое дерево. И оно может не загореться сразу. Оно может дымить. И у нас будет слезиться глаза. мы можем думать, что нет, нет, это не наши. И может быть нам поискать другой костер. Но если мы чувствуем отклик, мы просто должны продолжать находиться рядом с этим пламенем. И однажды наше поле высохнет и займется огнем. И оно будет подобно этому же пламени. Оргинал своим продолжаем. Так, бутоны манджария означает бутон. Бас бутоны никогда не позволяют. сразу. Бутоны манджария девушки очень юного возраста в форме природы. этого нет, можем сразу пойти. Бутоны никогда не позволяют. А, я понял. Ты обесенец. Скавычек. Манджария means bad. And the манджария are several girls of very tenderly youth both in form and in nature. Бутоны никогда не позволяют Шмелю Кришне наслаждаться ими. But never allow the bumblebee Кришна to enjoy them. Однако они по-настоящему увеличивают жажду Шмеля к наслаждению распустившимися цветами. Although they do increase the bees for the blooming flowers которые они сопровождают. И это является их высшей чистотой. This is their supreme purity. Шри Рупа Манджари является бутоном формы Шри Радхи of Шри Радхи form. То есть он настолько же сладостен. means in same way she is sweet. Рупа Манджари настолько же сладостна. And the same extent her form is sweet as Шримати Радхи has form. Шри Рати Манджари это бутон любви Шри Рати and Шри Рати Манджари is the bud of Шри Радхи Рати Но они никогда 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 не позволяют себе даже мысли о отдельном наслаждении с Мохнам. But they not allow themselves to dream to think to enjoy with Кришна even in their thoughts in dreams. Это тема закрывается сейчас. Now this subject is closed. Дальше будет другая тема. Если есть вопросы сейчас например по этой теме или дополнения какие-нибудь. Now other subject will start but maybe someone wants add something or ask something. Please. is have to have been but I don't know how it is important. When I talk about two of I вспомнил in Jaila Dharma the of the of the 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 of first it the of the of 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 the представительное положение. А второе — это искорка, вылечившая из огня, падает в благоприятную точку и зажигает подобный себе огонь. Да, можно сказать. Рады, рады. Ой, sorry. Перевести, да? Да, то, что он сказал. Я вопрос. Then, Дамадар Прабу explained about these two fire. Fire means sadhu who has manjari bava. And his disciple, who is like red wood in the beginning. Means heart which is not no inside of such heart flame of eagerness to serve as manjari. But gradually by this association this wood become dry. Means material desires gradually going by test which disciple is seeing by hearing. And then flame of thirst, spirit of thirst, first spiritual eagerness coming. Means new fire coming. Similar to the source to the sadhu's desire. And this reminds me one meditation what Bhatantakur gave. He taught about two meditations on position of jiva. First is like atom of light in the ray in the ray of sun. It's one. And second, he taught if we have flame for fire, the spark coming from this fire to the auspicious flame and new fire coming. Similar to the first. The modernists say I'm more like other analogy about tree and coal. Потому что каменный уголь содержит огонь внутри себя. Because the coal has fire inside. Это его внутренняя природа. This is intrinsic nature of the coal. И чтобы извлечь из каменного угля огонь, его необходимо положить в огонь. сам по себе каменный уголь не загорится. Он выглядит камнем по сути и по факту. Но когда мы кладем его в огонь, то он достигает такой температуры, что плавит металл. И внутренняя природа огня освобождаясь из его глубин, из его сути. And the intrinsic nature of the fire from the coal полностью уничтожает его бытие как камня. Completely destroying its existing as a stone. Он становится пеплом. And it becomes ashes. А при большой температуре даже пепла не остается. And if very high temperature even ashes will not left. Мне этот пример больше нравится. I love this energy more. more more. Какой вопрос у Гавида Махини? Рады, рады. Очень рада вас видеть по Вриндаване. У меня вопрос такой. В этом стихе служанки называют Кришну как Мурашатру, да, или как победитель. Мураджай. Вот у меня вопрос. То есть в разных стихах, где-то он Ари Мардан, где-то Ари Шатру, здесь Мурашатру. Почему именно это имя для этого стиха выбрала служанка для того, чтобы назвать Кришну? Говинда Махини is asking why in this verse may choose this name for Кришну Мураджай, not Мурари for example. Why Мураджай? Мурашатру she used this name. Да. Я думал, что этого вопроса не будет. I thought nobody asked this question. Я думал, что никто не задаст этот вопрос. I thought nobody asked this question. Потому что он такой он с намеком на очень интимные отношения. Because this name is him for very intimate close relationship. Mura is a demon. Mura is a demon. есть совсем не религиозная личность. He is completely unreligious person. And Rathika выражает настроение Rathika. And now Mura is expressing the mood of Rathika. Rathika очень религиозна. Shemati Rathika is very religious girl. У нее одно из ее имен как раз говорит о том, что она очень религиозная девушка. И она имеет одно из ее им которое показывает что она очень религиозная. Но их отношение между Rathika и Мохан не религиозная. Поэтому она обращается не она а Манджари называет Кришну таким образом что не волнуйся Rathika не волнуйся он же победил демона Муру. And now Манджари is telling Shemati Rathika don't Mura demon Rathika Rathika И случится нечто очень нерелигиозное. Больше я не могу говорить на широкой аудитории. Большое спасибо. Хотелось именно от вас услышать это именно сейчас. Да, спасибо. Все, есть направление для как сказать, для нового понимания. Всеба, рады, рады. У вас не слышно. Во Вриндаване, да, подвисает? Жалко как, да, на самом интересном месте. На самом деле, меня очень так, ну, интересовал этот вопрос, потому что мы же все знаем, да, тайны разные имён Кришны. А служанки очень часто, да, апеллируют к его вот этот Мураджа и Мурашатру. Помните этот красивый стих, где он будет крутиться как диск, да, этот Мурашатру? Да, очень. Когда она Рати Манджаре украшает, Туласи украшает серёжками в форме диска, да, и вот хочется именно Расика такой взгляд, да, почему именно так часто они апеллируют к именам, которые связаны, ну, кажется, как с Айшвария играми, да, вот он демонов победил, там свою вот показал, богованистость, да. Вот, про вот этот интимный момент, да, что Мура, он, да, или что что-то обозначает, это я помню ещё из объяснений, ну, Шила Горудев давал их, но именно вот почему, да, почему Манджаре так часто это делает, вот интересно было, да, Дамодару слышать, на что она намекает, то есть она намекает именно на эти сладостные игры, да, не религиозные. Интересно очень. Да, очень. Религиозные. Религиозные. Спасибо, Гавин Дамахин, большое, что задал этот вопрос, мне тоже было интересно узнать. А ты можешь, пожалуйста, для Джей Кришны перевести, потому что у них, наверное, свет во Бриндаве не отключился. А, принялись. Мы уже здесь. Мы уже здесь. Мы уже здесь. Что там перевести? Ура. Да. Это Гавин Дамахин. У нас, да, у нас, открывай, закрылся, вот, как сказать, господи, у меня, у меня, я прошу прощения, у меня после рабочей недели с детьми у меня нету ни соображалки, ни голоса. Мы сейчас обсуждали просто этот вот момент с тем, почему служанки так часто называют Кришну, апеллируя его, как кажется, айшвария играм, да, побеждения, как это, демонов. И вы не перевели это для Джей Кришны? Я, нет, я не перевела. И как раз Ананда Майи сказала, что надо перевести на Джей Кришну. только в этот момент, когда мы были отсутствием, они обговорили, почему Манджари так много раз использовал такие названия для Кришны, которые имеют отношение с каким-то айшвария, это означает, что он победитель демонов. Это все виновата Говинда Махини. Да, она задала такой вопрос, и Радика нас отключила, говорит, ну что это вообще, ну как-то вы, ну слишком это, как бы да-то... Перебор. Вообще, то есть перебор, это же за скобками, это же вообще... Это... Это... Замадар Пробоис explain why интернет was interrupted. He thought this was due to Говинда Махини's question. She's guilty. Because because Матередика is telling no, 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 it's too much intimate. It's too much intimate. It's beyond of this what is written here. Ананда Забаджи не стала этого делать. It's hidden. Ананда Забаджи not open this. Гурдев этого не делает, никто этого не делает, а Дамодар тут отец на тебе. Гурдев не делает это, но Дамодар решила это делать. when she calls subject Туласи служит свами своей Прасанга Севой. Туласи служит свами с Прасанга Сева. Даруя ей наслаждение ее собственной сладостью. Это ну так это то есть она возвращает совершенному его совершенство. Другими словами она женщины поймут она берет зеркало и показывает посмотри какая ты красивая. Ты прекрасна. Твои чувства прекрасны. Твои чувства прекрасны. Твои мысли прекрасны. Твои желания прекрасны. не бойся желать. Я исполню любое твое желание. И она возвращает ей ее собственную сладость. В первую очередь сладость ее страсти. И первое сладость ее рати означает львида махи как страсть зато? Страсть. Пэшн. 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 Пэшн, да. И здесь уже другое значение этих ангады, то есть другое значение браслетов выступает. Потому что она возвращает ее собственную сладость, надевая ей на руки браслеты. потому что у браслетов есть другое значение. Ангады. То есть другими словами опять сейчас скажу слишком не буду говорить. Sorry, I couldn't say this is too much. Доверимся Ананда Бабаджи он более сдержан. We will trust Ананда Бабаджи Махарадж he is more emotionally stable. Я сказал это нестабилен. Да. То есть говорит надевая браслеты. То есть says when she is put in arms and she mati radica's hands. С вами нет. Ты знаешь то напоминает мне твои руки. Do you know what your arms are like? А? С вами не отвечает так же с улыбкой. Нет. Скажи мне. С вами не answering with smile. No. Tell me. То есть тот кто понимает это то есть понимает красоту твоих рук объяснил мне лично. Туласи he who understands it has made me understand means who understands the beauty of your arms explain to me. Ты уже догадался о ком я буду сейчас говорить. you already understand about whom I will now start to tell. Ведь Шьяма является твоим хорошим последователем. Шьям is a good follower of yours. И его лебедеподобный ум очарован сладостью твоих золотых подобных стеблем лотоса рук. Здесь очень важно слово лебедеподобный ум. Для свамини это очень важное значение. Потому что лебедеподобный ум это хамса. Because swan like mine means хамса. Он чист. He spew. А мохан чист только в одном случае. And мохан is spew only in one case. Когда он когда он наслаждает с очарованием свамини. When he is enjoying this charming beauty of свамини. Все остальные формы отношений чистотой для манджари не являются. All other forms and relationship for манджари is not purity for him. Это такой способ прославить и свамини и мохана. this is the way how to glorify both свамини и мохан. И вот эти золотые стебли твоих рук and that golden lotus steam like arms они эти стебли разрушили его терпение. Destroyed his passions. То есть победили победившего демона. means великого воина. То есть другими словами здесь опять же вот эти вот тонкие легкие руки своими движениями побеждают великого воина. ты еще более великая воительница. воина. very gentle very how to say very soft hands they become victors under this person who is victorious when he is how to say conquered the great demon mura иногда когда ты гордая и гневаешься на него sometimes when you are proud and angry with him Кришна будет просить тебя о празднике объятий Кришна will beg you for a festival of embrace not not сейчас секунду но ты ты что сделаешь ты but what you will do ты махнешь своей рукой чем введешь его еще в более в более как сказать более печальное состояние то есть одним лишь движением руки своей ты победишь этого победившего великого демона героя и неважно делаешь это правой рукой или левой твои обе руки прекрасно этот взмах означает отказ то есть взмахнешь это отказ когда рука идет от человека кришна и ты ответишь нет нет ты думаешь снова возвращается манджарий ты думаешь я не понимаю этого даже терпение того победил демона муру будет разрушена одним лишь движением отказа твоей бесподобной руки он беспокойно будет молиться после этого движения мое сердце разрывается на куски подари же мне немного счастья таким образом Тулуси сводит с ума Свамини напоминая ей о своей Прасанге Севой о ее возлюбленном и это Манджари Баба Это Баба Кинкари Свести с ума сумасшедшую она с вами не так сошла с ума от любви но свести с ума сумасшедшую непросто Симати Радика уже из любви но для из больше это не легко и что Манджари делает Насколько же удивительная истина проливается в этих расика стихах Красота твоих рук разрушает терпение любви подобного разума Мураджи Кришны Слово Мати в этом тексте означает тот разум которого утвердился на истине это важное здесь можем остановиться потому что сейчас мы в обусловленном состоянии пользуемся буддхи разум который строит перспективы в прошлое и в будущее исходя из информации другими словами он базируется на истории бытия обусловленного бытия он состоит из концепций мати мати разум который утвердился на истине мати это состояние чувственного разума но мати это состояние эмоциональной интеллигенции это интеллект интеллигенции которая full of фильмов это интеллект как это называется прозренческий или как это у святых святых как это называется просветленный не совсем просветленный прозорливость Это прозорливость На русском языке называется прозорливость I don't know how to translate Прозорливость means the capacity to see future See the future reality Чувственное единство с абсолютной истиной Чувственное единство с абсолютной истиной Сагисти Сагисти I don't know Is this unity with shimati radica in feelings? Значит, ты перевёл? Я перевёл, что это единство с shimati radica в чувстве Они противоположны буддхи, разум и мать они противоположны по сути и по действию И у нас наша садхана это начинается с лёгкого любопытства лёгкого доверия мати И заканчивается полным принятием И по мере того, как мы будем доверять мати в нашей жизни Буддхи будет больше Буддхи будет меньше В конце концов мы потеряем разум Весь разум Мы потеряем всю интеллигенцию Только лишь очаровательные руки шримати могут всего лишь движение рук лёгкое движение рук шримати могут разрушить великий разум того великого героя который покорил демон Муру И это является тем косвенным признаком по которому мы можем определить наличие премы по этому признаку И именно благодаря такой любви она настолько очаровательна Дальше будет следующая тема Есть ли вопросы по этой теме? И теперь мы перейдем к следующему но может быть какие-то вопросы добавляют для этого Рады-рады У меня вопрос такой, не знаю Как матье проявляется как это говорится пример матьи Буддхи в жизни преданного то есть какой-то если есть пожалуйста Веридам Махини is requesting Домодор Прабу to give some example how we still матьи and intelligence is acting in the life of devotee матьи это прозренческая функция матьи is прозренческая функция is how to say you can stay inside inside it has sedacity function которая идет вразрез с настойчивыми требованиями интеллекта разума как это как интуиция внутри сердечная сердце говорит одно разум говорит другое нужно и так сказать и всегда характеризуется особенным видом счастья всегда характеризуется сильным энтузиазмом и always характеризуется сильным энтузиазмом поэтому рупагасвами он говорит об этой форме разума то есть энтузиазм энтузиазм рупагасвами стейлин и супадешам это вео сфри уцахани шеддарьот да и это тататкарма то есть действия которые идут за этим не несут никаких материальных последствий какими бы странными эти действия не казались с точки зрения разума from the point of view of intelligence материал intelligence понятно то с чем я столкнулся здесь однажды мы здесь наводили порядок на кухне города в этом цокольном помещении тут за стеной была кухня города и я выполнял это служение под руководством одной старшей и она показала на одну сумку в которой было служено много-много пакетиков коробочек сумочек других и сказал выкинь это это бесконечное накопление потому что люди приносят подарки шел города они все кто упакованы города хочет чтобы вся упаковка была использована потом для чего-то еще например когда куда поехать надо упаковывать просад для этого и его дочь сунить это все упаковывал хорошо там сумочку там сучу аккуратненько сложил и мне сказали выкинет это бесконечно это будет лежать здесь годами копийца 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 не будет использоваться и я взял это доверившись так сказать авторитет устаршего взял подошел к помойке к нашей на всякий случай открыл и то что там увидел мастер сказал я не могу это выкинуть это с такой любовью все нужно ну куда мне забрать у меня такая маленькая комната я даже забрать себе не могу и я с болью сердца пошел выкинул сумку освободил сумку отнес сунете а сунете меня спросила а где все то что было там внутри я говорю мне сказали выкинуть ой сколько боли было в его глазах он так старался вот пример то есть с точки зрения разума я получил четкие указания мне старший сказал выкинь а вот мать моя сестра сказала нельзя это выкидывать в этом любовь любовь не выкидывают на помойку вот так да таких примеров же много у бах когда есть некоторые повороты в судьбе и ты делаешь исходя из разума исходя из какого-то давления счастья внутреннего давления настойчивого давления счастья можно вопрос вот я вспомню sorry не перевел да 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 sorry джай-кришна I not translated my example answer for Gavinda Mahini's caution once I had here service we cleaned kitchen kitchen this kitchen was here in this basement and we found one bag with many many packages box packages bags and my senior who lead me in this service thought put it in garbage and I took it and then I came to the place where the garbage in Munger Mandir I opened his bag and found inside what everything inside is taken with love I don't know how to explain this I feel it in heart it's made with love and I thought my heart was completely not agreed to put this in the garbage but I thought what can I do with this my room is so small I couldn't take it I always thinking to give what I already collected in my room because when they go in they give me something they don't want to put together and my room was so many things I always thinking to whom to give something and how can I accept this and with this pain and heart I put it in garbage and took this bag empty bags to Suniti who did this service for Shugur Dev has desire if someone bringing him some gifts in box in packages after he is collecting all this stuff to use for if some devotee wants to go to their country they will put inside some Mahaprasad for example and Suniti did this service for Shugur collected all these packages and now other devotee told me put in garbage because it's you see it's just collecting 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 no end of this and I returned with empty bag to Suniti and then Suniti saw with bag she asked me where is everything that was inside and I explained what happened and for her it also was painful it was the example then Buddha is telling one thing my senior my authority told to do this but my heart is telling other thing it's opposite and and Marty has this suggestive function means my heart told don't do this it will give pain and after I found pain pain Suniti pain in my heart amazing yes oh нет это я я я я я это что-то сказать спасибо рады рады да я хотела спросить что получается что вот ангера гануга бакти да вот бава самбанхи которые мы должны практиковать для того чтобы развивать желанное нами настроение они получаются основаны на этом мате то есть не на предписаниях которые все подряд да 64 вот а мы должны как бы отбросив это чувствовать где наше вдохновение лежит которое питает желанное настроение то есть это же очень тонкая вещь такая да у каждого желанное настроение да вот может быть один так это понимает другой так поэтому анги бакти они разные они основаны на этом мате можете перевести свой вопрос даджай кришну я спрашиваю что есть пять ангас рагануга бакти и один из бхава самбандхи это значит вы делаете практичес от 64 ангас бакти но только эти которые ментают ваш desired mood в рагануга это значит мы relying на мати на пред как это такое интеллигенство не как интеллигенство someone is telling и вы делаете как вайди но вы relying на some subtle insight based type of интеллигент which leads you to some inspiration yes because it's very subtle thing for everyone it's their own way so they need to feel very subtle subtle how to say very subtle yes what inspires devotee the most so does it mean that it is based on this type of intelligence да у нас всего три ангии бхакти нам проще всего три о которых говорит Барбадан Сарасвати всего три ангии бхарбадан бхарбадан сарасвати и это разное это все разное то есть что за глаза какое состояние на что смотрит Ратика если она смотрит на нас то что она хочет сказать своим взглядом если она смотрит на мох на что она говорит своими глазами ее глаза крайне красноречивые да она же передает это же не глаза а это же целые вселенные она взглядом передает образы образы не в статике образы в динамике она передает через взгляд образы в динамике ее улыбка то есть когда она улыбается у нее разные виды улыбки то есть открытые у нее зубы или не открытые зубы то есть улыбка говорит о счастье если она смотрит на нас и мы понимаем что она сияет счастьем то значит мы сделаем то служение которое необходимо для нее сейчас она очень благодарна если она смотрит если она улыбается Мохану то Мохан сходит с ума это значит она улыбается значит ее стрелы ее 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 цветочные стрелы проникли в него она вновь победила и когда она плавится от сострадания корона май это состояние ратики когда никто никогда ничем не может ее оскорбить ее сердце плавится от сострадания для нее нет никого не достойного любви никогда никогда не было в прошлом никогда никогда не будет в будущем такого чтобы кто-то был недостоин ее любви и она желает подарить эту любовь каждому потому что каждый есть экспансия ее любви это внутренняя природа каждого это центральное желание личности это ее экспансия экспансия ее желания это очень важно это очень важно это очень важно достаточно этих трех анг да for us these three анг is enough а в бхагаватам рекомендуется девять бхагаватам рекоменд nine анг это шараванам киртанам смаранам ванданам пада сэванам дай сэрэ пуджан сакхиджанам адмани ведам говин дадас а бхи ла шарэ это то что рекомендует бхагаватам this is what бхагаватам is recommended это то что мы носим то что носит при бхахты это анги бхахты анги бхахты у нас на шнурах из этих анг бхахты состоит тело священного змея ананги 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 ананга the holy serpent ананга his body consists of these nine анг бхахты но сутью этих девяти являются три but the essence of these nine three главных колобука three main heads of this ananta serpent все мы берем суть мы берем мы берем самую сладкую самую действенную самую эффективную часть мы не тратим свою жизнь на то что менее эффективно зачем наша целостность зависит от нашей цели и наша цель то есть наша садья это единство с чувствами шримати 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 радик это то о чем молится рагуна ха и он говорит всем другим видам служения поклоны даже дружескому я хочу только знать что ты чувствуешь мало того я хочу большего я хочу предочувствовать что ты что ты почувствуешь вот чего я хочу Это наше садхана, соответствующая садхе. И мы идём к тем садху, которые нас ведут к этой садхе. Тогда мы садхаки. Всё остальное садханой не является. Смело можно выкинуть всё. Как бы это ни звучало нерелигиозно. У нас нет желания сохранить некую форму религиозности. Нет такого желания. Реал садхака, heaven desire to save some religious form. Не в этом. Махабрабу пришёл не ради того, чтобы явить ещё одну форму религии. Махабрабу came not to reveal one more form of religiosity. И здесь, в этом стихе и в комментариях Анандадас Бабаджи говорит, зачем пришёл Махабрабу. Да, и все наши учителя следуют этому наставлению. Махабрабаба, manjari bhava, manjari bhava, manjari bhava, manjari bhava, manjari bhava. какие-то вопросы, чтобы не смыть, чтобы не размыть ощущения, не размыть целостности. Увеличение безумия Шимати Радики. Мы, в общем, все тут безумцы, наша цель сойти с ума, потерять разум и свести с ума Бога. And make the Lord also crazy. Поддевительно, да. It's so wonderful. Кому скажи и скажут, вы че, вообще ку-ку? If you will try to say about our God to someone else, they will tell you. Что вы хотите? What you want? Свести с ума Бога? You want to make the God make him crazy? Вы, Господа, хотите свести с ума? You want to make our God crazy? Да вы сумасшедшие. You are really crazy. Да, 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 да. Yes, yes, you are crazy. Да. В своем уме этим заниматься невозможно. No possible to do this just in mind. Man and harmony работает. Man and harmony is not working. Только сердце, только сердце, только сердце. Только сердце, только сердце, только сердце. Вопросы? Maybe some questions. Да, Мадырыч, маленький вопрос. Могут присутствовать материальные желания? Как их отличить от мати? Как не смешивать их с мати? Очень легко. Рады Роман is asking, Maybe some material desires is present. And how to not mix with material desires? Not things with desires of Mati. Этот вопрос связан с личностным и субличностным. This question about personality and subpersonality. Субличностное всегда тянет энергию на себя. Поддержание в рите, поддержание существования субличественного центра. Just to support, just to continue function with this core of subpersonality core. Поддерживается энергией Дживы. Always. It's possible only by the energy of Джива. Поддерживается энергией ее счастья. By the energy of happiness of Джива. То есть она крадет счастье Дживы. This means some personality stealing their happiness from the Джива. И здесь можно опять же прислушаться к совету Рупы Гасвами. And now we again can listen and follow the advice of Рупы Гасвами. Если падает вдохновение. Если энтузиазм, inspiration is going down. Тогда это желание субличественного центра. Then it's because of desire which is coming from subpersonality. А если это желание личности. But if desire came from the personality, from Mati. А да, Mati. Он всегда связан с Божественным. Всегда. It's always connected to the divinity. И всегда исполнен энергией, вдохновением. And always full of energy, inspiration. Поэтому здесь с точки зрения реакции можно легко распознать это материальное или духовное. This means just by effect, which is caused by this action, desire, we can understand. It's coming from personality or subpersonality. Subpersonality means false ego. Ложное эго. Да, ложное эго. То есть это субличественное центре. Я упростил. Да. Я не знаю, как он упростил, правильно ли он упростил, я не знаю. I told to them, I translated the most simple way. I told right now, subpersonality means false эго. Но там много их. То есть там много их субличественных центров. Why it's the most simple means because actually every person and every false эго created many subpersonalities. For example, I'm mother, I'm woman, I'm man, I'm father, I'm worker, I'm businessman. And so everything, all these subpersonalities. And if desire coming from these subpersonalities, this has other effect, means less energy. It's taking happiness from the soul to support these activities, support these desires. Можно входить в субличностный центр, сохраняя личностную концепцию. It's possible to come inside of subpersonality by serving of feeling and understanding of your own real personality. То есть другими словами, если мы с пониманием сварупы входим в субличностный центр, то есть в игровой, в ролевой центр, то и сохраняем эту позицию, то в данном случае эти требования субличностного центра принимаются как божественные и несут реакции. If a person continues to feel himself, as a Swarupa means saving these feelings, Swarupa feelings inside of subpersonality, then action of this subpersonality will have no material effects, no karma. Это называется действие в бездействии. It's called action without action. Поэтому действие в бездействии, да. Action in unaction, I don't know, бездействие, not activity. Другими словами, здесь ничего страшного в субличностных центрах нет, они также божественны. This is mean nothing bad in these subpersonalities. They also plan of divine plan. Важно сохранять целенаправленность. It's more important to save, desire to reach the goal. Тогда желания субличностных центров не будут разрушать наши бахты. Then desires of subpersonalities will not destroy our бахты. Я ответил, да, дорогой? Да, ну то есть можно сказать, что если не с позиции виша и абхимана, то все нормально. А если в каком-то виде виша и абхиман входит, то это уже не наша изначальная природа. Мы получаем последствия. Когда мы счастливы и счастье, Мишта-дева, а не для себя. Когда мы не требуем что-то для себя лично от своего Иштадева, для своего личного счастья. Когда мы не спрашиваем что-то для нашего счастья, для нашего счастья, для нашего счастья. Для нашего счастья. Потому что личное счастье – это счастье личности. Личность всегда возникает в отношениях с Божественным. И здесь нет желания отдельных от целостности. В этом случае, в этом ситуации или контексте, я использую эту тему «суперперсоналити» это может сравнить с транспортными средствами. Если мы садимся, то есть транспортное средство как субличностный центр. И когда мы заправляем его бензином, то это не значит, что мы пьем бензин. Это не мы нуждаемся в этом бензине. Мы можем поменять машину на мотоцикл. Мы можем поменять машину на мотоцикл. На трактор. Ну, даже если мы сядем на лошадь. И она будет есть сено. Это не значит, что мы едим это сено. Если она будет, как сказать, испражняться, эта лошадь. Да, это не значит, что нам нужно принимать омовение. Когда мы осознаем себя, то мы можем находиться в любых субличностных центрах. Их требования не будут разрушать нашу бакту. Как не разрушать бакту налитие бензина в бензобак. Потому что возникает путаница. Часто возникает путаница. Ты что, пьешь бензин? Ты пьешь бензин? Ты нарушил регулирующие принципы. Ты пьешь бензин? Ты пьешь бензин? Нет, бензин пьет машина. Нет, нет, нет. This petrol is... Да кто же есть машина? Но ты айска. Нет, я просто таксист. Нет, я не айска. Я просто пьешь бензин. Да, да. Путаница возникает. Поэтому надо разбираться в этом несложном вопросе, чтобы не заниматься самоистязанием, глупым самоистязанием. Требование тела — это требование тела. Потому что требования ума — это требования ума. Требования эмоций — это требования эмоций. Причем здесь «я». И как я связываюсь с этим? Все здесь? Находиться в этом состоянии. Что хочет Радика сейчас? Вот Рада is once now and here. Ведь она не где-то там. She is not somewhere. She is not somewhere. За облаками. Beyond of the clouds. За слоями Вселенной. Beyond of layers of universe. Она впереди меня, Радика. She is just in front of me. Сзади меня, Радика. She is beyond of me. Слева от меня, Радика. She is left from me. Справа от меня, Радика. She is right from me. Внизу меня, Радика. Вверху меня, Радика. Радика в моем сердце. She is inside of my heart. Радика есть моя жизнь. She is my life. Радика — жизнь всех живущих. She is a life of all living. Радика в каждом атоме. She is inside of any atom. Нет ни одного места, где бы не было Радики. No such a place with no Rada. Joy Rada! Joy Rada! Да. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее, нам всегда будет ее не хватать. In the same time, we always feel that we haven't enough Rada. Даже когда мы будем видеть ее лично, нам будет всегда ее не хватать. Even we will see her personally. In this very moment, we will feel she is not enough for me. Даже если она будет нас обнимать и кормить с руки. If she will embrace us and will feed us from her own hands. И говорить о том, как она любит нас. And will tell to us how she loves us. Нам всегда ее будет мало. For us, it always will be less than we are needed. И в этом наше счастье. И this is our happiness. Курдер сказал, вот почему мы половинки. Да, это половинки. Всегда неполные. Всегда неполные. What is why we are just a half? Always no completeness. Eternal no completeness. Always first. Всегда жажда. Это половинки слога. Это тайна половинки слога. Это тайна половинки слога. Мы это обсуждали уже на тайных встречах русских. We already discusses on the secret Russian meetings. Это и есть половинки слога. This is me. What does it mean the half of syllable? Спасибо, родной. Как я соскучился по твоей катхе. Ради-ради. Ради-ради. Thanks so much, my dear. I'm so missing your катха, your narration. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.